В Тверской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Заседание регионального правительства, посвященное этому вопросу, прошло во вторник, 21 сентября. Было отмечено, что в текущем году различными формами отдыха были охвачены свыше 58 тысяч детей. На территории Верхней Волжи работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания и 81 труда и отдыха. Нынешняя летняя оздоровительная кампания была организована с учетом всех требований санитарной и эпидемиологической безопасности, что, разумеется, наложило свой отпечаток на работу. Тем не менее, это не помешало организовать для детей и подростков по-настоящему интересную и полезную среду. Так, во время каникул получило развитие воспитательная составляющая. Это участие школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми нашего региона. Было большое количество спортивных мероприятий, интересных гостей, уважаемых людей, людей старшего поколения. Прошли интересные мероприятия по культуре, по изучению истории нашего края. В общей сложности в 2021 году различными формами отдыха были охвачены свыше 58 тысяч 400 детей. На территории региона работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3 тысяч 400 ребят. Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с особенностями здоровья. 10 600 таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области. В будущем году эта работа будет продолжена и расширена. В частности, Игорь Аруденя поручил Министерству образования при участии всех заинтересованных ведомств до 1 ноября текущего года разработать проект долгосрочной программы развития системы детского загородного отдыха в Тверском регионе. Сейчас обговорили необходимость создания единого реестра персонала и тех людей, которые будут привлекаться, чтобы у нас был кадровый резерв в случае, если что-то будет меняться, будет большее количество учреждений открыто, либо надо будет как-то их переконфигурировать. Также губернатор отметил, что подготовку к летней кампании следующего года необходимо начать уже сегодня, уделяя особое внимание вопросам защиты и безопасности детей. Игорь Аруденя поручил установить тревожные кнопки во всех лагерях Верхневолжья, провести другую подготовку с точки зрения безопасного пребывания детей на объектах. Игорь Аруд quint. Я прошу2019 год.